good morning traders идущий на профит привет у тебя привет друзья дамы господа рад вас их видеть лайки подписчики колокольчики нажимаем нажимаем прожимаем начинаем сегодня 10 ноября уважаемые трейдеры надели памперсы тогда начинаем сегодня весь выпуск буду говорить я же говорил ну в общем что риски о которых я говорил 6 месяцев назад действительно реализовываются да особенно где тут хотелось бы небольшую отсылочку вот я сделал на графике мало кто и заметил вот тут вот в правом нижнем углу экрана поэтому вешаться это глупости а мы давайте обсудим биточек вообще ситуацию в целом но вернемся к этому обзорчику где я высказал о том что есть несколько пунктов которые меня интересуют почему ты их сейчас не нахожу сейчас найду кстати интересный обзорчик тоже на америку был где я предлагал 3 300 будет начисто он 3600 да не помните какой щас цепи ну сейчас посмотрим нужен текс лан короче что-то не нахожу ее там надо полистать канал просто ее где-то здесь выписал вот что интересно жду про торговки 2016-2020 год я говорил несколько раз это про торговка 10 тысяч но там с 6 до 10 тысяч здесь же у нас глобальный пок это там где больше всего деривативов спота фьючерсов было проторговано именно это и жду далее че еще ждал от рынка закрытия самого нижнего гэпанса мы еще не закрыли капитуляция частных майнеров как мы видим где сейчас косты так пост bitcoin майн кость у нас находится в той точке где мы сейчас находимся даже уже пресекли ее то есть майнеры сегодня проснулись и поняли что все их баланс которые были которые они держали на случай важных был ранов они сейчас находятся в минусе и им нужно платить за электричество так далее да поэтому я думаю что майнеры будут капитулировать ближайшее время в том числе кстати и сейлор ну не майнер но все же почитал аналитику очень интересный человек все таки сейлор может пересидеть это да потому что он заложил облигации но точка безубыточности и какие-то серьезные оттоки инвесторов начнутся на 15 и 13 тысячах поэтому вопрос выплывет или нет это большой сейчас стоит вопрос все-таки у нее деньги припаркованные поставки ноль процентов там 0 около 0 сейчас будет зависеть как он работает инвесторов будет но не удивлюсь если отток будет колоссален так но психологическое убийство рынка по крайней мере у меня в комментариях уже все меньше меньше чуваков пишут которые все давайте сейчас пока падает надо покупать им удачи пацанам кошмаринг стейбл мы видели мы видели как укатали юст мы видели как укатывали от вависа забыл как ее называют этот стейбл юсдс джастин сановский ему там пришлось копилку разбивать и вкидывать огромное количество денег чтобы удержать это я не знаю сейчас он удержал или нет там по моему привязка им полностью не установлена ну и конечно хубе этот токен и общий делис нули ну там бежа хубе сделать все по красоте она просто типа говорит ну заводите рассчитаем там к доллару или крипте и все ну то есть хубе сделали красиво они свой токен погасили молодцы кстати в этом плане банкротство крупных фондов и бешну об этом я не бугает там уже вы знаете и три стрелы капитал а фарш матч лезь ftx свои alameda research этот ублюдок играл на деньги своих клиентов это настоящий лудоман я-то думал просто он мошенник в том плане что он может там скамить играть против клиентов своих там ставит там лимитки ну видит же где на его бирже там лимитки далее создать ликвидности со своей alameda research спонсирует демпартию чтобы они закрывали на это все глаза а этот ублюдок оказывается воровал у своих собственных клиентов играл на эти деньги и в том числе в том числе он объебал и меня потому что у меня на ftx оставались какие-то гроши еще там 45 тысячах я сказал что у меня есть какой-то похорон на депозит очень маленький очень маленький там хубе токен как раз был еще несколько каких-то альтов но не эта сумма была настолько маленькой что даже не стала ее выводить с ftx а по сути этот кудрявый обворовала меня можно сказать так что имею право его вором и ублюдком называть не знаю что там будет конечно с ftx а мы есть такой шанс что туда как и в битмы как и с битмэксом будет огромное количество проверок там вычистят абсолютно все как и с битмэксом свое время был но там по другому поводу это просто будут очень сильные чистки и возможно не дадут за скамить сиза конечно все по красоте но это блин вы много где прочитаете это смысла особого на дальнейшую судьбу имеет мало какую кроме того что сейчас будет доверие в первую очередь американских инвесторов там трейдеров будет потеряно потому что ладно мы там нас там вот из рф уже гонят который год со всех бишь да и после крыма и и сейчас после войны санными тряпками выгоняет от отовсюду мы уже привыкли но америка и вну нас и денег то хотя мы занимали какое-то время по-моему на битвине да вообще по-моему по всей крипте треть от всех но я имею ввиду снг там беларусь украина россии ну короче все русскоязычные занимали 3 всех объемов но назвали всегда и там средний депозит обычного пользователя из снг сейчас не особо большой вот американские инвесторы конечно это полная жопа там будет разбирательство еще очень долгое время потом как с этой господи как empty box найдут какие-нибудь активы их будут 10 лет по рынку пугать что скинут ну короче приколов может быть много массовый уход из крипты отсутствовать ровену ставки сами знаете кстати вот эти вот ставки сейчас то что там ставки завышены и так далее на самом деле это уже все в кинуто сейчас работает фут на счет этих бирж вот кстати теперь еще не начал нормально падать сейчас будет прикол инфляция на хаях и там ее еще будут доливать но это не самое на самом деле главное по сути тут-то все уже отработано мы знаем что ставки там будут повышены 0 5 потом на 0 25 и все поэтому я последнее время говорил что не смотрите эти там заседание ну смысл смотреть этих заседаний особого нету там ничего интересного не скажут основные движи будут происходить не на этих заседаниях вот как и заседать вот вы помните хотя бы одно заседание за последний там месяц как которая как-то повлияла на рынок ну кроме понятно внутридневных вертолетов этих вверх-вниз нет вообще ни одного заседания то есть это все от лукавого весь движ сами понимаете где происходит а банкротство крупных фондов так сказал делистинг альтов ну луну ликвиднули делиснули сейчас еще кстати с этим же ftx был огромное так скажем противостояние да там ftx и binance я бы даже сказал это так секундочку звоночек звонили за момент искали лишнего пока не везде пока что это там разбирать все клана если серьезным был противостояние связи да и там куча ну проектов дэйфи проекты и так далее кейки вот эти вот убивки да да ну много они их забросили изначально а этот же идиот из ftx он играл на деньги своих клиентов и ну пампел рынке в том числе думаю и в луне они поучаствовали в этом во всем и спонсировали также очень много проектов один из которых с флагманов там солана был даже на базе солана очень много других короче сейчас такое такая жопа вылезет и кто будет спасать эти маленькие проекты сизы может спасти свои проекты и ликвидностью binance а кто будет проектом ftx спасать вообще вот поэтому делись инка льдов еще будет возможно даже будет после закола вот это что касаемо битка ну опять же то есть не битка рынка в целом опять же чего сейчас ждать там сейчас вопросы много поступают типа покупать продавать стоит ли доливать short стоит ли ловить лонг я скажу сразу я не могу давать я могу давать советы если вы в такой же позиции как я это short от 21 220 800 плюс у меня даже на битме short еще от 23 900 висит поэтому сами посудите как я могу давать сейчас советы то есть даже если я доберусь а short у меня средняя там сдвинется ниже не могу сказать я думаю что закола еще не было закол будет куда он будет опять же это можно только гадать насколько хватит ликвидности бирж я склоняюсь к тому что все-таки пойдем гэп закрывать на 9 810 но опять же я не буду как ждать шарта там тыкать на 9 800 у меня стоят фиксы шарта на 14 но опять же я уже зафиксировал по 17 600 вчера сейчас у меня стоят фиксы на 14 600 по моему и 14 700 на 12 и на 10 с лишним там я не помню сколько сейчас растягивал везде поставил лимиты на всех бежах потому что скорее всего если будет финальный закол бирже серваки будут плавиться будут не давать зайти или выйти из активы зайти в актив поэтому если вы там планируете какие-то лимитки я думаю что нужно было установить заранее это все поэтому вот так вот входить на когда поезд уже идет можно в разбить башку опять же советы уже давать какие-то наверное поздно после заколы все равно будет какая-то консолидация сами подумайте если никто из вас из нас там из топовых трейдеров не поймал хайп почему мы все должны поймать лой вот поэтому с этим думаю будет проще жить если вы так будете в такой парадигме опять же скажу если вы поймали стоп ничего страшного если вы не взяли это движение тоже ничего страшного это трейдинг самое главное не ликвиднуться если вы сейчас пропустили движение но сидите например в долларах в на самом деле вы один из немногих кто в крипте не получил убыток это на самом деле гораздо лучше потому что сидеть на жопе ровно и ничего не делать во много раз лучше чем получить убыток и потом его отторговывать тяжело а еще в плане отторговывать еще потерять еще больше поэтому если вы ничего не зарядили не надо себя там пеплом в голову послать вы на самом деле уже заработали по крайней мере очень много времени вот что хотел сказать локально что-нибудь давайте разберем локально опять же мы видим здесь pinbar вот здесь был pinbar какой вчера я говорил о том что разбирал где тут pinbar ты я разобрал ну да вот мы не закрепились на pinbar выше его тела да поэтому это pinbar ложный никакого разворота не будет я ну здесь оказался прав далее сейчас pinbar ну красиво если честно pinbar потому что то есть пришли к уровню вытащили pinbar и пошли на отскок здесь даже красиво закрылись выше тела да ну и видим как пошли вверху далее можно конечно забрать тут еще на часы как типа вот два pinbar к ряду если мы телом закрываемся чуть не значит скорее всего разворот но можно там половить какие-то 50 процентов откат к тени но я бы не стал я говорю реально и я вот заниматься вот этой вот дрочками себя спрашивали ну как это так цена отклонилась что там от 21000 там пришла на 20000 зачем же ты сидишь в шорте а лимитку ставишь на 20 на добор 21 500 что ли а затем то что ну такие движения просто ну судя по моей практике заканчивается тем что еще какой-то вынос происходит да поэтому лимитку стать обязательно и при этом могут все полить просто безоткатно для этого нужно набирать тоже позицию заранее на таких вот манипуляциях потому что но опять же говорил то есть у нас что тут было аккумуляция сверху манипуляция экспонента пошла экспонент работает поэтому чего тут сидим пердим ждем давайте почитаем комментарии разбирать лимитки на не вижу смысла потому что ну поставили новые лимитки скорее всего их будут жрать всех потому что вот здесь вот тоже ставили лимитки на дампе когда у нас был да то есть видим на лимитки потом эти лимитки все убрали и выставили новые лимитки мы все их прошили поэтому вот эти вот все новые лимитки которые выставили тут тоже вот видим лимит до лимиток дошли тут новые лимитки образовались все их прошили ну не исключением станет и сейчас то есть вот мы видим новые лимитки которые выставили скорее всего будут прошло но это опять же гарантии нету сейчас мы в абсолютной анархии все надо смотреть на ликвидность где там у кого на бирже где становится я не советую ловить дно по крайней мере прибылью то есть это не прибылью а без прибыли так спасибо тебе за мысли благодарю за анализом предложения через базе это отбил с меня донат а кстати кто я смотрю мне периодически присылает маленькие донаты для того чтобы поощрить донатеров есть отдельный чат там нету никаких там сделок и так далее там просто чат для тех кто донатера и просто отвечаю там на вопросы там нету разгонов депозита там нету вообще абсолютно никаких гарантий просто общение с теми кто отблагодарил поэтому если вы последние несколько дней я просто видел несколько раз никто не написал если вы донатер то напишите там группа рассчитана 10 максимум 15 человек будет чтобы не было много вопросов вот как-то так так при глазу ждем обзор пожалуйста хагада та самая походка когда вчера сидел хорошего дня артемид лучше всего поднял все попадания в точку скажи пожалуйста . входа входа шорт по мнению бнб куда стартовал твой видос подмен с вами поднял 7d панта экстратегии надеюсь не входил потому что это вообще один подписчик присылал там панели как он ну радовался там у него панель был несколько тысяч долларов спросил что делать некую фиксируйся не знаю зафиксировали нет ну когда я сегодня зашел по бенби там пиздец там просто где тут бнб это вот я только не понял почему почему на бенби бенанс юэс такого нету тут может остановили торги лечит не знаю час 1100 1100 бенби бенанс тоже хочу такое чудо бред а это на фото иксе нет значит не все нормально должно быть что-то я вообще не по нему чужой синхрон значит можно не вот поэтому не надо примете есть флагман флагманы до которые двигаются против рынка не надо лучше не надо на них ланговать шортить я в этот например не шортил тогда чувак ты крут в очередной раз в этом убеждаюсь омара сафин за всегда ты подписчик наверное уже год наверное это комментариях хорошо мне вот прям классно что люди доходят действительно потому что очень многих тех кто там раньше писал в чате так далее их уже нету то есть может не выдержали давление психологического все-таки у меня для меня рынок как хобби поэтому мне просто приятно и чем заниматься он бесплатные всякие видосики снимать общаться хотя иногда общение с людьми носит очень такой характер ментального психологического воздействия потому что много кто пишет в комментариях там до чего это блин надо было закупаться вот сейчас сегодня видео зашел которое говорил которым сказал все так скажем вот это видео приветствую тебя прогноз bitcoin 20 23 биток по 9 к реальность и это был еще на этапе 39000 но там такие же видосики снимал и по 45 46 тысяч был но самая суть вот мы просто заходим в комментарии в комментарии он пишет кислородное голодание фантазер никто тебе не даст и всем купить по 10к вот вон где эти челики сейчас мне кажется их уже и нету вот поэтому те кто остался нас осталось очень мало то есть например щата там 2016 года там юра еще наверное 12 чела большинство уже нету даже уже кто там год-два уже знакомая это пропадают очень много поэтому комьюнити наши ветеранов приятно видеть ждал ждал дождался наш артист спасибо тебе тебе и дождался биток обновил лай альта нет скажешь по этому поводу сейчас альта догонится так по настроению что заработал новый комарик ну и на комарик на бензин на бензинчик такой такой 95 на 10 литров артем спасибо за видосы напомню пожалуйста там институционал так скажи как вычисли вы высчитывать бита много раз показывал это можно все посмотреть реально уже просто в ламину опять же что там по поводу институционалов надо смотреть субботу хочу сказать только по микробитку эфиру и микроэфиру они шортят они узнали об этом всем падение заранее поэтому так так привет хороший обзор попросить совета чтобы никогда не был такой ситуации у меня 740 соли залочных на два месяца кстати вот ну про локи я тоже говорил что ну вот эти вот все стейкинги ничего хорошего от этого не будет толщина месяце сделать с ними ничего не могу они висят на бирже со средним входом 29 долларов сол через на что будет разлук 50 миллионов сол да это по многим альтам сейчас будут постоянно разлоки это все будет доливаться это будет огромный конечно проблема я чувствую что я сольют на ту за дно есть вариант открыть head short по соланишу минимизировать риски у меня есть такая же сумма в долл чтобы за шортить x1 фанин 2 и 5 очень хочу услышать твое мнение ребят не знаю когда понятие уже все в полной жопе что-то находится до сложно раздавать советы потому что можно усугубить я как бы так же как и все ошибаюсь поэтому какие-то советы давать минимизируйте риски ну в принципе да можешь так сделать ну опять же это чисто твоя ответственность должна быть мне сложно тебе реально дать по этому поводу совет но опять же ты говоришь за шортить x1 x1 ты просто сохранишь ты так токен уходишь или к доллара я не понял шортить не совсем понятно если ты кто кину ты получишь примерно столько же если получи если к доллару туда у тебя получается один к одному подсчет будет но в теории да можешь сделать так если ждешь дам по чаю сто процентов чуть такое о кстати опять эти падлы преследуют блокируем что мы цены и в кое фьючерская получаю прибыль в токенах счет и дорого это все токен могу слить трех позу x1 нереал ликвенуть номинанс калькулятор показ ликвидка цена падает два раза сожрет ли ставки на сильную позу если с первым плечом полгода год поподробнее близ но я до калькулятор многие считают но там в принципе реально ликвиднуть плечо там ну полтора можно я на эфире такое видал когда полтора но это прямо если ты прям на самом 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 хай взял да и на самым самым лое слил тебя ликвиднул на самом лое это очень тяжело физически сделать но это реально на полтора плеча помоги до 4 самый большой ликвид на 1 и 4 я видел по эфиру чтобы ликвидила одно плечо в принципе у тебя должен ты там должен год-два сидеть на фондирование и потом у тебя пол депозита должно фондирование не знаю как это считается калькулятор калькулятором у меня один из шортов например боясь все-таки отвязки от тезера я не думаю что воскоманут я много раз говорил что тезер еще долго будет с нами но единственное боюсь отвязки и получить какую-то рассинхрон 2-3 процента это сильно поэтому на к марже я открыл короче шорт на один так наверное ответил да чё там пацаны я опять же говорил их надо ждать и репорты суббота воскресенье привет спасибо за взор что душ по вот 3x эти я вообще даже смотреть сорян не буду пока все это после того как закол будет можно посмотреть красавчик лайк лайк полетел при про объем почему они не могли перекочевать на 60 кайсли этих там а я думаю что вся структура которая сейчас рисуется это strong by strong а т.х. и так далее сейчас объемы перетекут к низу и это будет хорошо хороший знак почему они не могли перекочевать на 60 кайта спросить тех кто объемами муте объемы перекочует вверх если все хотят бы хотя стой погоди так они же наверху и были и о чем я btc кстати сбывается пророчество которое у себя на канале опять же говорил по объемом они то не внизу все правильно они внизу мы ждем объемов здесь касаем здесь да и потом вверх идем потом еще одна доливка объемы перетекают уже точно лонг привет пожалуйста и фильм битка ребят давайте сейчас обзорчик уже 25 минут как бы у всех много вопросов сорян пока это разбирать не буду пакс голд вроде ходит за год золотом пакс g опять же на какой бирже не совсем понятно не совсем понятно ладно тут непонятно я могу чисто голдуру забрать о голда пришла то где и ждал зажимуха раз два три отбой 4 пробой ложный пробой сейчас вам смотреть если возвращается канал то да тут на от их а сейчас пока что ничего хорошего нету если все-таки здесь отобьемся и пойдем вниз то тысяч триста распродажа в августе говорил что не плачь налоги вы уж только в наличку но не очень потом скалка подробнее или волосы где-нибудь рассказать мне и не помню что что такое говорил не занятие за приколы то что я в наличку водил до 5 пожалуйста слп у нас старая добрая слп такая уделисту лесбинансе даже и нет нет есть вот что такое рисовал пока что плюс-минус они тут лпс надеюсь я получить конечно тут это раз касание ну вот опять же можно вот так вот представить раз касание два касания есть три касания пошли но мы получили паттерн лпс когда мы не доходим до этой нижней стенки тут на два диапазона можем вырасти а с диапазон два диапазон если раскинуть фибу и фобу получаем ну 0 2 0 0 2 1 цель 0 0 1 2 цель где-то такой по лпс у да конечно заруинилась много чуваков на лпс и эфириум находится в отрицательном значении на дневном а давай посмотрим это интересно на самом деле так где эта тварь коин премиум индекс не знаю тут крайне положительно вообще все у нас было чуть-чуть отрицательно конечно так все дочитал там артем спасибо за видос на бой пожалуйста так это я ответил 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 так этих педиков нам забанить чуть-чуть грузит бам-бам-бам-бам-бам-бам так меня тут забанили это правильно воды ну тоже от воды отгородим человек первую основу понятно что качественный контент грудь моим видням как все супер посмотри пакси я не знаю чего кстати золото начали смотреть на скал цели ладно 30 минут вещали конечно это того стоило дампы это всегда много комментариев много сообщений в чате поэтому таймер мы увеличиваем периодически до пяти минут к сожалению потому что основном какое-то говно приходит полезно ссылочки в описании до донатчики осознавать кто присылал присылайте новое да можете не присылать сейчас заработал столько что эти донаты конечно семечки но все равно всем спасибо да то что с нами мы вас искренне любим ладно все шутки сторону всем пока увидимся завтра